Каждый раз открытие главной гонки года превращается в яркий, веселый общенародный праздник. Однако начинается Беренгея в стороне от шумных гуляний. Здесь, на краю большого поля биатлонного комплекса имени Фатьянова. Идет последняя кормежка собак перед стартом. Здесь рыбные бульоны, оленя, кровь. Вообще очень много там гемоглобина и адреналин там присутствует. Я уже с 2014 года в Беренгеи только был прокладчиком трассы на снегоходе. Сейчас собаки. Эволюционирую. И это рядовая ситуация, ведь гонки на собачьих упряжках – это целый мир, который необратимо затягивает всех, кому удалось к нему прикоснуться. Самому молодому из гонщиков всего 18 лет. Я занимаюсь ездовым спортом с 2007 года. У нас наше семейное, скажем так, дело. Вообще планировали, что пойдет отец. Он традиционно ходит уже на протяжении 10 лет в Беренгеи большой. Но по, скажем, рабочим обстоятельствам, то есть по работе он не смог. Так как его не допустили, решили поговорить с организаторами, чтобы сделать замену гонщика. Организаторы разрешили нам это сделать. И вот буквально сегодня стало официально известно, что я иду на большую гонку. Следующая точка отсчета – торжественный парад на главной сцене. Волонтеры пронесли флаги регионов и стран-участников. Особенно отметились московский и швейцарский. Зрителям представили этих вездесущих помощников Беренгеи и артистов, ответственных за праздничное настроение. Триумфальное появление судей и каюров на снегоходах зрители приветствовали шумными аплодисментами. Официально Беренгею-2019 открыл губернатор Камчатки. Беренгея – это уникальная традиция, довольно к победе. Это гонка, которую мы с вами очень любим и которой очень гордимся. У каждой гонки есть свои рекорды. Беренгея – грандиозная Беренгея 2018 года. Участники дошли до Чукотки. Это 2101 километр. Это абсолютный рекорд. Это самая протяжённая гонка в мире. Гонка-пролог начинается в паре метров от сцены. Каюру выезжают на старт один за другим, на подготовку каждому около минуты. Нужно проверить на арту снаряжение и подготовить собак. На трассе важен психологический контакт между человеком и упряжкой, поэтому люди не только подбадривают собак, натирая их снегом, но и позволяют себе приласкать своих питомцев. Никогда не подумал, что он каюру, вроде ученического экономиста. После того, как последний каюр отправился покорять 10 километров трассы биатлонного комплекса, внимание зрителей переключилось на юных героев гонки «Дюлин». Победителей объявили в нескольких возрастных номинациях. Ребята, занявшие первые места, получили в подарок от Беренгеи маленьких четвероногих друзей. С собаками занимаюсь с 7 лет. Начинал я у дяди Андрея Симашкина, снежные псы. Так, питомник. Для меня собаки – это как жизнь целая. Это отдельный мир. Перед стартом было немного страшно, но уже не первый раз выхожу на этот старт. Счастье переполняло, когда узнал, что первый приехал. А тем временем к финишу подбирались первые участники гонки пролога. Стартовали каюру с перерывом, а заканчивали один за другим. Проходя финиш, никто из них еще не знал свое место на пьедестале. Описывая полукруг, они возвращались к месту стоянки, где все и начиналось этим утром. Отличное настроение, отличная погода. Прекрасно себя чувствуем, отлично пробежали. Сегодня было очень интересно на трассе, много упряжек. И я довольна. Я не знаю, какая пришла, но очень довольна. В этом году я в большую гонку не иду, но на следующий год планирую. Мы сейчас готовим две упряжки. Это для меня и для моей дочки Екатерина. Она сегодня участвовала, первый раз выступала. Я приехала вообще с планами поучаствовать в большую гонку, но я все-таки лучше побольше потренируюсь и на следующий год, возможно. Это легче, чем с людьми работать. У тебя с ними есть просто психологический контакт, и это самое главное. А с людьми не всегда так получается. Пока все ожидали вердикта судей, на сцену вышли главные звезды и хедлайнеры праздничного концерта – знаменитый женский хор сопрано турецкого. Благи вода, тайну подари, и непокровение ты нас удивил. Этот хит мы повторяем, этот хит нас покорил. И опять с красавица весна, и опять ночами не до сна. Завершаем скрики с лохи, у нас турецкий бродок азарей. Стерты дега, старая луна, мы не спитаю на муэст в окна. Наконец, все было готово к награждению финалистов гонки пролога. Пятерка лидеров получила денежные призы от 100 до 10 тысяч рублей. Победила Каюр из Елизова Наталья Орехова. Она прошла трассу за 23 минуты и почти 13 секунд. По ее словам, в большой гонке участвовать не будет, жалеет собак. Трасса интересная, знаете, очень сложная. И повороты, и резкие спуски, и подъемы. А где-то мягко было, то есть было в принципе все. Ну то есть 10 километров такой довольно экстремальной и интересной скоростной гонки. Просто непередаваемые ощущения, конечно. Спасибо всей команде, которая помогала мне весь этот сезон. Всем моим собакам, всем моим хендлерам, воспитанникам моим, ну и соперникам. Просто нереальная гонка. Погода повезло, солнце, зрителей много. Ну все замечательно было. Ведущим Барингии в очередной раз стал известный во всей России телепродюсер, музыкант и журналист Валдис Пельш. По словам шоумена, Камчатка в его личном российском рейтинге занимает первое место наравне с Горным Алтаем. Здесь действительно веселый праздник. И мне очень радует то, что в детской гонке участвует с каждым годом все больше и больше детей. Появляются иностранные гости. Вот девочка из Швейцарии, волонтер, да, которая здесь провела какое-то время, настолько пропиталась вот этим духом, что вот она уже участвовала в прологе. И мне кажется, это очень достойное мероприятие, которое, конечно же, имеет право привлекать и общероссийский, и международный интерес. И это действительно суть Барингии. Она объединяет и вдохновляет людей со всей России и стран зарубежья, всех возрастов и профессий. У каждого каюра или организатора гонки своя неповторимая история посвящения. Сначала на эту гонку я приехал в качестве автора ведущего программы «Планет собак». Было это в 2014 году, и, ну, красиво, Камчатка, экзотика понравилась. Но потом, увидев гонку, я заболел ей, и в 2015 году приехал как участник. Сначала мне огромных трудов стоило найти собак здесь, чтобы человека, который со мной будет заниматься, два месяца жил на Камчатке в селе Эссе, готовился к гонке. Потом прошел гонку. И вот с тех пор я в оргкомитете Берингии, я горжусь этим званием, я горжусь тем, что я знаком лично с этими героями. Героями без преувеличения, это настоящие герои нашего времени. Однако одними зрелищами сыт не будешь. За трибунами в весь день работали передвижные кафе и киоски с горячим и ароматным угощением. На второй сцене без остановки продолжался праздничный концерт. Выступали ансамбли «Мэнга», «Карейтеф» и другие прославленные коллективы. Погреть замерзшие руки можно было у костра, а неугомонных детей занимали конкурсами и мастер-классами. От такого разнообразия развлечений просто разбегались глаза. Попал в тебя первый раз, мне понравилось. Тут все площадки хорошие, мы просто еще не все успели обойти. Нереальная атмосфера, самое просто лучшее выступление всех команд и ансамблей. Прекрасно поют люди, это нереально. Я думаю, что я тоже это сделаю, я тоже покатаюсь на упряжках. Вдохновила, да. Технический старт гонки «Весса» 3 марта. Начинать путь, который на этот раз составит более чем 1300 километров, 18 каюров будут в обратном порядке. Тот, кто занял последнее место в гонке-прологе, стартует первым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин